Всем привет! Это четвертая часть об Электронтех. В этой серии вы узнаете о передовых технологиях, таких как технологии керамики низкотемпературного обжига, полипароксиленовое покрытие электронных компонентов и использование акустической микроскопии. С учетом факторов, определяющих вес, габариты и время наработки на отказ электронных изделий, в таких направлениях электроники, как бортовые СВЧ-устройства, программно определяемые радиосистемы, микроэлектромеханические MEMS-системы, оптические сенсоры и преобразователи, достичь приемлемых параметров, особенно для тяжелых условий эксплуатации, без применения 3D-интеграции невозможно. МПЦ спецэлектронной системы оснащен технологией производства 3D-интегрированных подложек из керамики низкотемпературного обжига до 60 слоев с предельными габаритами 160 на 160 миллиметров и толщиной до 12 миллиметров. Кристаллы устанавливаются контактно-реактивной пайкой или термокомпрессионной сваркой, в том числе на преформу из эфтектического сплава. Кристаллы с выводами на поверхность устанавливаются методом флип-чип. Контактные площадки на полупроводнике соединяются с подложкой металлической золотой, медной или алюминиевой проволокой. Сварка золотой проволоки производится методом шарик-клин. Сварка алюминиевой и медной проволоки и плоской ленты методом клин-клин. По военному стандарту отрасли для радиоэлектронной аппаратуры все изделия покрываются специальным покрытием. Для этих целей фирма Базальт сама разработала и освоила выпуск автоматизированных установок для нанесения полипароксиленовых покрытий. На нашем стенде представляется технология, которая имеет историю по этой разработке. Начало разработки еще в прошлом столетии, 1983 год, Головной институт радиопромышленности начал эту разработку. Она должна была заменить лаковые покрытия, практически их исключить из электроники, имеющая много разных преимуществ покрытия, которые наносятся не традиционным способом, как лаки, не в несколько слоев, а в вакуумном. В вакууме находятся специальные установки, используются для этого. Называется это полипароксиленовое покрытие. И эта технология, к сожалению, не нашла такого широкого применения из-за ситуации, которая у нас сложилась в 90-е годы. Многие предприятия электронной промышленности разрушены были. Мне удалось ее сохранить в фирме О. Базарь. В области применения это практически не только электроника, но и также светотехника, оптические покрытия. Пользуются в космосе, поскольку они являются негазящими покрытиями. Поэтому то, что касается вот такого направления, оно применяется даже для экипировки космонавтов. Они носят шлемы, когда выходят за пределы корабля. Вот мы наносим там покрытие, которое является фиксирующим, поглощающим покрытие и защищает от солнца в глазах космонавтов. От излучения. От излучения, как отражающее покрытие, специально используется в таких вот светофильтрах. Применяется и на воде, и в воздухе, и на туши. Самая объясненная электроника. Выпущены по этой технологии стандарты. Еще были в те времена 90-е. Выпущен военный стандарт плотов с липаемым покрытием. Но сейчас, с последующего года, будет разрабатываться ГОСТ, который даст возможность предприятиям применять их в самых ответственных условиях. В настоящий момент тоже проводилась работа по созданию отечественного сырья, вернее его, восстановление производства, которое также раньше выпускалось по программе государственной. И сейчас, два года назад мы работали с заводом, с институтом катализа Академии наук. Теперь опытный завод может выпускать этот продукт опытными партиями, к сожалению. Для обработки проводов, кабелей, производства жгутов проводов, кабельных сборок, необходимо оборудование, которое поставляет технический центр Виндек. На стенде компании представлены станки тороидальной и рядовой намотки РУФ. Производство ряда компонентов электронного и электротехнического оборудования требует обмотки, которая выполняется на сердечнике ферритового или ферромагнитного типа. К таким многовитковым элементам относятся дроссели, трансформаторы, электрические моторы, катушки индуктивности и другое. Для создания этих и других устройств нужны так называемые намоточные станки. Принцип действия машин достаточно просто и эффективен. Обмотка осуществляется одновременно с вращением каркаса изготавливаемого компонента. Вследствие этого провод равномерно ложится на предусмотренную для него часть. Количество витков отсчитывается с помощью специального счетчика. Натяжение регулируется оправкой станка с учетом показателя упругой деформации кабеля. Станок для зачистки проводов Комакс Мира 340 оснащен вращающейся головкой с четырьмя ножами и имеет уникальные функциональные особенности, позволяющие сократить время и повысить качество производства. Удаление изоляционного слоя – одна из главных операций по обработке кабелей для изготовления оборудования. Одной из ключевых особенностей станка Комакс Каппа 330 автоматической мерной резки является возможность установить индуктивный дополнительный датчик, который определяет диаметр провода. Компания Dectal Electronics представляет электронные компоненты от NHP Semiconductors, ST Electronics, Amplion и WN. НХP Semiconductors производит микроконтроллеры ARM общего назначения автомобильной и беспроводной связи. Микроэлектромеханические системы сегодня становятся все более распространенными, преобразуя способ взаимодействия цифрового и аналогового миров. ST Electronics внедряет инновации для создания следующих поколений датчиков и приводов микроэлектромеханических систем с использованием запатентованных передовых технологических процессов. В конце 2003 года компания Motorola решила выделить из своего бизнеса производство аналоговых и цифровых электронных компонентов. Таким образом, в 2004 году была образована компания Freescale Semiconductor. В настоящее время в номенклатурном портфеле Freescale Semiconductor около 14 тысяч номинований компонентов. Объединение НХП и Freescale в единую компанию создало четвертого по величине производителей процессоров и прочей сложной микроэлектроники на планете. Репетизированная ячейка выполняет сборку жгута, раскладку проводов по заданной заранее программе. Сперва расставляет держатели для проводов, далее принимает провод из машины мерной резки и зачистки, которая его нарезает в размер, снимает изоляцию. И выполняет раскладку этого провода в соответствии с моделью жгута цифровой по маршруту. И так провод за проводом формируем весь жгут. Если размер превышает зону достигаемости рук робота, мы просто ставим его на рельсу и тем самым расширяем рабочее поле. Таким образом, можем собирать в том числе длинные жгуты, в том числе для авиации, для космической промышленности. Это сокращает продоемкость и количество ошибок в процессе раскладки проводов, потому что их бывают тысячи и это чревато человеческим фактором при раскладке тысяч проводов на каждом жгуте. В 2020 году компания МАС «Инновационные технологии» подписала крупные контракты в области оснащения промышленных предприятий с использованием решений согласно концепции «Индустрия 4.0». Была проразведена отработка интеграции оборудованной «Schleininger AG» с коллаборативными роботами компании «IBB». А всё началось в 2015 году с небольшого контрактного производства кабельных сборок и жгутов для предприятий ВПК. Кобот или коллаборативный робот – это робот, который может хорошо исполнять монотонную и рутинную работу вместе с человеком. Они работают рука об руку с человеком. Многочисленные датчики и сенсоры контролируют любое приближение и препятствие. В январе 1964 года приказом номер 2 Президиума Госкомитета по электронной технике СССР в городе Томске был открыт Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов НИИ-ПП. В НИИ-ПП были разработаны процессы получения эпитоксиальных структур широкой номенклатуры для СВЧ-изделий, диодов ГАНа, смесительных, умножительных, детекторных, импульсных диодов, оптоэлектронных диодов и К-диапазона и интегральных схем. В НИИ-ПП появились и первые отечественные, не имеющие аналогов за рубежом монолитные интегральные схемы, миллиметрового диапазона на основе оригинальной технологии мис-мембранного типа, обладающей уникальным сочетанием технологической простоты, высоких параметров и устойчивости к жестким внешним воздействиям. За время работы по направлению СВЧ-электроники получено более 100 авторских свидетельств и патентов. Аппараты, в которых применялись изделия оптоэлектроники НИИ-ПП, побывали в космосе, на Венере и Луне. Кейсайт Технологис продолжает традицию компании Хьюллетт Паккард, основанной в 1939 году Биллом Хьюллеттом и Дэвидом Паккардом. Как написано в Википедии, в 2021 году газета Вашингтон-Пост вместе с российскими авторами-диссидентами Андреем Солдатовым и Ириной Бараган обвинили компанию в поставке нескольких решений для анализа интернет-трафика, разработанных Иксия, который является частью Кейсайт Технологис, Московский Центр управления интернет-цензурой в России. А вот стенд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики твердого тела имени Осипьяна Российской Академии Наук был совсем незаметен. Институт был образован 15 февраля 1963 года. За время существования в ИФТТ приобрели квалификацию и получили возможность вести научные исследования более двух сотен научных сотрудников. Было защищено около 60 докторских и около 300 кандидатских диссертаций.